друзья всем привет на связи максим петров я рад приветствовать вас на канале макс капитал на котором мы говорим о развитии инвесторского мышления о формировании капитала и получение пассивного дохода данное видео записано в связи с тем что в последнее время очень много вопросов поступают по поводу недвижимости и хочется высказать собственное мнение по поводу недвижимости в первую очередь это не вопрос прогнозирования будущей стоимости недвижимости вырастет она или упадет а это вопрос к тому что мы владеем определенными объектами недвижимости это касается не только недвижимости это касается на самом деле любых крупных объектов это могут быть автомобили это могут быть гаражи это могут быть дачи это могут быть квартиры дома ну то есть все что угодно то есть мы владеем правом собственности соответственно за право собственности мы что-то платим или явно платим затраты какие-то на владение да то есть То есть коммунальные платежи, капитальный ремонт, техническое обслуживание автомобилей. Есть неявные затраты, которые мы непосредственно несем. Таковым относится оплата правомочий, права собственности, владения, пользования и распоряжения. Почему мы про это говорим? Потому что очень важен в вопросах инвестиций тема с тем, что вы должны регулярно пополнять свой инвестиционный счет. Вы это можете делать за счет того, что вы зарабатываете деньги, имеете расходы. У вас есть какая-то дельта, которую вы можете направить на инвестиции. Но помимо всего прочего, вы владеете достаточно большим классом объектов материального мира, в котором тоже заключены денежные потоки. Но так как люди этого не понимают и этого не осознают, то получается, что они есть и есть. Я в своем доме живу, какой я могу денежный поток от него получать. Давайте непосредственно это разберем. Но сначала небольшая предыстория по поводу самого успешного инвестора из Амахи, Уоррена Баффета. Очень много на самом деле в формировании капитала зависит от того, какую сумму средств вы можете направлять на инвестиции. Если смотреть успех Уоррена Баффета и других долгосрочных инвесторов, в большинстве своем успех складывается не за счет того, что они какие-то гениальные управляющие. Но при этом в молодости Баффету очень успешно удавалось обыгрывать индексы. И суть успеха заключается не то, что это качественный, хороший выбор компаний. Конечно, не без этого. Но это не является единственной причиной, почему фонд Berkshire Hedway имеет такие выдающиеся результаты. В фонду Berkshire Hedway есть одна из компаний. Это страховой бизнес. И это некая машина по производству кэша, от которой Berkshire периодически получает деньги. Периодически получает пополнение капитала. То есть доля владения Berkshire в других компаниях увеличивается не только за счет того, что приходят дивиденды, и эти дивиденды реинвестируются. Но и Berkshire непосредственно внешне пополняется средствами страховой компании. То есть постоянным денежным потоком. При этом, если говорить о том, каким образом действует страховой бизнес, сама бизнес-модель такова, что там очень выгодные страховки. Но страхуют исключительно белых воротничков. То есть где вероятность наступления страхового события очень низкая. Таким образом, страховая компания получает длительные платежи. Они регулярные. Они растянуты на достаточно длительный промежуток времени. Там от 20 до 40 лет. И соответственно, что это позволяет делать Berkshire? Это позволяет на коррекциях, соответственно, увеличивать долю владения по более низким ценам. И поэтому доходность Berkshire по сравнению с индексами лучше не потому, что там великолепно подобранная компания. А потому, что в период коррекции вот эти дополнительные инвестиции, которые происходят, позволяют увеличивать долю владения акциями, которые входят в структуру портфеля. Резюмируя данную историю, что важно понимать? Важно понимать, что значительный успех инвестиций зависит от того, как регулярно вы инвестируете и откуда вы можете получить этот регулярный доход. Так как я уже неоднократно упоминал, что мы на канале развиваем инвесторское мышление, то мне хотелось бы сейчас рассказать по поводу права собственности, про правомочия права собственности. Чтобы непосредственно было понимание и осознание того, за что вы платите, если вы являетесь стопроцентным собственником объекта недвижимости. Просто на недвижимости это проще разобрать, проще понять. Итак, когда вы покупаете недвижимость, то в этом случае вы становитесь стопроцентным собственником. Право собственности заключает в себя три правомочия. Владение, пользование и распоряжение. При этом основным правомочием является правомочие пользования, которое представляет из себя правомочие пользоваться объектом и извлекать из него некий такой полезный эффект. То есть если вы становитесь собственником телефона, вы им пользуетесь, вы звоните, принимаете звонки. То есть ключевое правомочие это именно пользование, то есть пользоваться этим телефоном. Если мы говорим про недвижимость, то правомочие пользования заключается в том, что вы в нем живете, у вас тепло, у вас соответственно есть крыша над головой. То есть вы непосредственно пользуетесь этим объектом недвижимости. Но, когда вы являетесь стопроцентным собственником, наряду с правомочием пользования, есть еще правомочие распоряжения и владения. Правомочие владения заключается в том, что вы владеете этим объектом недвижимости, и ваше владение защищается законом. То есть, если там придет, кто-то его разрушит, снесет, ограбит, то вы защищаете свое правомочие как собственника владения. Правомочие распоряжения распорядиться с этим объектом по своему усмотрению. Продать, подарить, разбить, сделать все, что угодно. Вы, как собственник, непосредственно можете это сделать. Почему я про это говорю? Потому что у нас очень актуальная тема сейчас покупки недвижимости, насколько она вырастет непосредственно в цене. И я хотел бы посмотреть на этот вопрос с позиции высвобождения финансовых ресурсов. Еще раз, это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, это не является вообще какой-либо рекомендацией, связанной с тем, что продавайте квартиру, несите деньги на фондовый рынок. Никогда и ни за что. Просто я вам хочу показать математику того, сколько вы платите за определенные правомочия, и как лично я эту математику использую в своей собственной жизни. Итак, конкретный пример в настоящий момент. Я как бы неоднократно его уже приводил, но просто у нас большое число новых подписчиков, которые, возможно, его не слышали или не видели. А если вы еще не являетесь нашим подписчиком, обязательно подпишитесь на канал. Стоимость дома, в котором я живу в настоящий момент, составляет в районе 300-320 миллионов рублей. При этом стоимость аренды данной недвижимости составляет, ну, для меня порядка, ну, не порядка, а 400 тысяч рублей в месяц. При этом из этих 400 тысяч собственник недвижимости еще 60 тысяч платит поселковый износ. То есть, итого на руке, собственник объекта недвижимости стоимостью, ну, давайте, чтобы было проще считать, 300 миллионов назовем, соответственно, он получает с актива, который стоит 300 миллионов, он получает 350 тысяч рублей чистого дохода. Да, на патенте, то есть, там налоги, соответственно, не берутся, мы говорим про чистый доход. Таким образом, если мы посчитаем, что в год получает 4 миллиона 200, 4 миллиона 200 разделим на 300 миллионов, то есть, рентная доходность инвестора составляет там 1,4%. 1,4% человек получает за то, что он перепродает ключевое правомочие, право собственности, право пользования. В этом случае что получается? Если бы продать данную недвижимость, купить на эти деньги облигации федерального займа, которые с удовольствием покупают даже банки, да, то есть, и Сбербанк, и ВТБ, пусть это будут 10-летние облигации с доходностью 7%, это получается 21 миллион рублей человек мог бы получать. То есть, при доходности 7% мог бы получать 21 миллион, получает 4 миллиона 200. Вот эта разница, 21 минус 4, 200, 16 миллионов 800 тысяч или 1,4 миллиона рублей, при прочих равных условиях, это тот некий денежный поток, который человек платит за правомочие владения и распоряжения, потому что правомочие пользования он перепродал. Многие говорят, что уникальной ситуации такого никогда не бывает, но опять-таки я жил и в Москве, я жил в Воронеже, вопрос поиска, да, то есть для кого-то это реально, для кого-то нереально. Я стараюсь, соответственно, такие истории искать, как правило, это больше находится в премиум-сегменте, потому что в эконом-классе таких соотношений найти достаточно сложно. Но почему я про это говорю? Я это говорю для того, чтобы вы сделали еще одно очень интересное упражнение для себя, чтобы вы поняли на самом деле, какой размер пассивного денежного дохода вы можете получать. И это упражнение заключается в следующем. То есть позвоните прямо сейчас, после того, как вы посмотрите данное видео, позвоните в любое риэлторское агентство. И в это риэлторское агентство задайте два вопроса. То есть первое, у меня вот такая вот квартира, да, я живу вот в такой квартире, сколько она стоит, за сколько я ее сейчас могу продать? Это вот первое, объем информации, которым вам нужно узнать, вам назовут цену. Второе, скажите, что я ее хочу продать, но у меня строится дом, я хочу ее в аренду сдать. То есть вам нужно две цены. Первая цена, цена, сколько эта недвижимость стоит. Вторая цена, соответственно, за сколько эту квартиру непосредственно можно сдавать в аренду. И посчитайте, что вы в этом случае можете получить. То есть для вас должно быть два уравнения. Первое, вы знаете, сколько стоит ваша квартира, то есть чтобы продать ее прямо сейчас. Второе, вы понимаете, за сколько вы можете сдавать ее в аренду. То есть каков будет денежный поток для вас в год. И второе, посчитайте, что сумма, сколько стоит у вас денег, вы их направляете, я не знаю, на покупку облигаций федерального займа через любого брокера с доходностью 7%. И полученную цифру разделите на 12 месяцев. И сравните. Разница, которая составляет, это та сумма, которую можно направлять на инвестиции. Почему я про это говорю? Потому что при прочих равных условиях, ну то есть схема, которая работает, схема, которую я говорю в том числе в рамках закрытого клуба инвесторов, я говорю, сделайте такое упражнение. И есть действительно прецеденты, когда люди, сделав такое упражнение, делают следующую схему. Они приходят и говорят, я продаю квартиру, но моя квартира еще строится. Я в этой квартире остаюсь и готов платить ставку аренды в следующие 3 года. А, соответственно, полученные деньги можно вложить в консервативные инструменты. То есть речь не идет о том, что вложить эти деньги куда-то там, я не знаю, 100% в криптовалюту. Или вложить там 100% в акции. Или вложить 100% в пифы. Сформировать адекватный инвестиционный портфель. У нас в ближайшее время готовится видео, куда можно вложить 100 тысяч рублей. Подписывайтесь обязательно на канал, чтобы не пропустить данное видео. Можете то, что вы услышите в данном видео, применить к этому инвестиционному портфелю. И опять, вы можете делать это не реально, а можете делать это виртуально. То есть просто для себя непосредственно это посчитав и распределив таким образом капитал. Почему я про это говорю? Потому что, опять-таки, у нас есть определенные активы. И вы, соответственно, когда становитесь собственником, вы покупаете все эти 3 правомочия. И если вы не видите, где вы за них платите, это не значит, что вы за них не платите. Человек, который сдает недвижимость, у него есть своя мотивация. Человек, который покупает недвижимость, у него есть своя мотивация. Человек, который инвестирует в недвижимость, у него есть своя мотивация. Но когда мы говорим про развитие инвесторского мышления, о том, как должен мыслить инвестор, вы должны мыслить в понятиях активов. Каким активом вы владеете и во сколько вам это обходится. Поверьте мне, то, что вы владеете, являетесь собственником недвижимости, недвижимость это тоже актив, потому что там есть замороженные деньги. И здесь вопрос эффективности. То есть, когда вы владеете недвижимостью, когда вы в ней непосредственно живете, что вы фактически делаете? Вы не платите ставку арендодателю. Вот что вы делаете, потому что это ваше. И еще покупаете плюс два правомочия. И тогда просто для себя непосредственно оцените, что готовы ли вы за то, что ваше право собственности защищается государством, за то, что вы имеете право вешать те шторы, которые вы хотите повесить, за то, что вы имеете эфемерное право распоряжения данным объектом недвижимости, вы за это еще платите налоги, кстати, которые непосредственно еще и растут, и дальше будут расти. Готовы ли вы за это платить, ну в среднем, если мы говорим о недвижимости стоимостью в 10 миллионов рублей, платить в среднем 20-30 тысяч рублей в месяц? Или на 20-30 тысяч рублей в месяц вы можете, как история, рассказанная в начале, стать для самого себя той страховой компанией, каковой является страховая компания Berkshire для фонда Berkshire Headway, который будет вам непосредственно генерировать наличность, кэш, то есть опять-таки из консервативных инструментов. Подумайте об этом, ученик, хорошо, задумайтесь, проведите расчеты, позвоните риэлторам, рассчитайте. Я ни к чему в данном случае не призываю, я призываю просто посмотреть на любой крупный актив стоимостью более 500 тысяч рублей, как он соотносится с тем, что я сказал в данном видео. А как же Максим из арены меня выселят, выгонят, где я останусь? Очень хороший вопрос и, наверное, единственный вопрос, когда люди слышат вот такие вот расчеты, когда видят такие мысли, зато живу в своей, зато там детям что-то останется. Каждый выбирает свое, просто вы должны понимать, что вы за это заплатите. Это первый момент. Второй момент, у меня ни разу не было такого. Наоборот, даже у меня была обратная история. То есть, потому что люди говорят, ну сейчас у меня ставка аренды такая, да, а вот завтра придет собственник повысит ставку аренды там на 10-15 тысяч рублей, что я в этом случае, я вынужден буду платить. У меня всегда, каждый раз, когда происходило повышение стоимости аренды, я просто менял. Ну просто менял объект недвижимости, для меня это нормально. И для кого-то не нормально, для кого-то переезд это очень сложно. Я сейчас там переехать могу за 3-4 дня. То есть, в этом плане мы стали достаточно мобильны. С другой стороны, когда мы с супругой обсуждаем вот нашу мобильность в настоящий момент, и я помню, что вот эти вот установки, когда я работал еще в тройке диалог, были хорошие зарплаты. Мы с супругой ездили отдыхать, привозили фотографии, а моя бабушка говорила, ой-ой-ой, внучек, неправильно ты живешь. То есть, лучше бы твоя сестра родная купила квартиру, выплачивает ипотеку, зато живет в своей и не платит другому дяде. Но при этом, если посмотреть на нашу мобильность, недвижимость, каждый раз, когда мы переезжали, мы, во-первых, переезжали в более высокий класс недвижимости, раз. Два, мы переезжали в более высокое соотношение вот этого срока окупаемости, потому что, когда ты переезжаешь в более престижную квартиру, то стоимость самой квартиры, отделки и ремонта в этой квартире, он несоизмерим, с той ставкой аренды, которую ты плачешь. То есть, ты плачешь значительно меньше. И третий момент, это очень высокая мобильность. То есть, когда произошла ситуация с ковид, у нас не стоял вопрос уезжать, не уезжать, мы просто взяли, уехали и год прожили там в районе Сочи, Краснодара. Когда ситуация восстановилась, мы просто обратно приехали, но уже в Подмосковье непосредственно поселились. И поэтому бояться, ну, я лично этого не боюсь, да, то есть, мне этого не страшно, потому что я понимаю, ну, лично для себя, что если у меня есть бюджет в месяц, там, в районе 350-450 тысяч рублей на аренду квартиры, если меня кто-то выгонит и хочет потерять такой денежный поток, проблем нет. Большое количество людей и домов, которые сдаются в этом бюджете, и это действительно престижные дома. То есть, когда мы выбирали, проблем с выбором не стояло. Экспозиция очень длительная, и здесь можно, в принципе, диктовать свои условия. Если вы согласны с моей позицией, что аренда недвижимости гораздо выгоднее покупки собственного жилья, поставьте лайк данному видео, напишите свой комментарий. Также буду рад аргументированным комментариям, кто не согласен. Давайте вместе считать, и, может быть, это будет повод еще раз вернуться к данной теме чуть-чуть попозже. У меня на это все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, всего самого хорошего. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok